МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Кшара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске предметы изучения природы Кавказа. Открылась международная научная конференция к 175-летию Сухумского ботанического сада. Впоследствии устраняются. В Ачимчурском районе восстанавливают разрушенные стихии мосты и строят дамбы. Как учиться без учебников? Актуальный репортаж программы. Вопросы организации выборов в Государственную Думу Российской Федерации на территории Абхазии стали темой рабочего совещания, которое провел президент Рауль Хаджимба с участием премьер-министра Беслана Барцыц, вице-премьера Беслана Эшба, министра по курортам и туризму Автандила Гарцке, глав администрации городов и районов Абхазии. Рауль Хаджимба отметил необходимость предоставить всем российским гражданам, желающим принять участие в выборах, в том числе и отдыхающим, возможность проголосовать. Вице-премьер Беслана Эшба сообщил, что избирателям будут даны два бюллетеня для голосования за партию и за отдельного кандидата. Избиратели, у которых есть прописка, будут голосовать только по партийным спискам. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут в Абхазии на девяти избирательных участках 18 сентября. Ботанические сады и их роль в сохранении и биоразнообразии Кавказа. Такова тема международной научной конференции, открывшейся в Сухуме. Форум приурочен к 175-летию Сухумского ботанического сада, 120-летию Сухумского субтропического дендропарка, 85-летию академика Гиви Айба и 110-летию академика Альфреда Колаковского. Участники и гости конференции известны абхазские и российские ученые, исследователи из Европы, Азии и стран СНГ, руководители институтов и ботанических садов. Участников конференции приветствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба. Репортаж Сарейсмар. Один из старейших не только на Кавказе, но и в Европе, Сухумский ботанический сад известен на весь мир, а в свое время входил в десятку лучших садов СССР. Сегодня здесь произрастает 2000 различных видов растений, из которых 80 – это эндемики, растущие только в нашей республике. С первых дней своего существования сад начал проводить большую практическую и научно-просветительскую работу, занимаясь привлечением новых, ранее не произоставших в нашем регионе растений и их аккематизации, создавая условия для широкого внедрения иноземных растений в сельское хозяйство и озеленение нашего края. Колоссальный ущерб был нанесен ботаническому саду во время Отечественной войны народа Абхазии. На территории парка упало более сотни снарядов, и именно тогда погибла большая часть растений, в том числе и редких видов. Уже после войны коллектив ботанического сада приступил к восстановлению коллекции растений. В этом деле им оказывали большую помощь и сотрудники многих российских институтов ботаники. Учреждение пошло большой путь, имеет славную историю. Здесь работали и работали и дающиеся ученые мирового масштаба, такие как Макович, Биттер, Наталина, Васильев, Голоковский, Айба и другие. Участникам конференции зачитали поздравительный адрес от лица президента Абхазии. В поздравлении Рауля Хаджинба отмечался тот факт, что труды абхазских ученых публикуются и издаются не только в республике, но и далеко за ее пределами. Было подчеркнуто, что процесс взаимодействия наших ученых с их коллегами стран ближнего и дальнего зарубежья углубляется с каждым годом. Конференцию в честь юбилея Сухомского ботанического сада участники форума оценили как яркое событие в жизни самого института и мировой ботанической науки. Сухомский ботанический сад – это гордость республики и бесценное украшение столицы. Мы не забываем, что ботанический сад существует благодаря стараниям многих поколений тружеников, рабочих и агрономов с любовью и заботой, относящихся к каждому уникальному растению ботанического сада. Сохранение и преумножение живой коллекции Сухомского ботанического сада связано с деятельностью маститых ученых, создавших отечественную школу в ботанике. Ученые из России, Венгрии, Великобритании, Австралии, Армении и других стран мира поздравили работников ботанического сада института ботаники с юбилеем. При этом многие из них отмечали, что Сухомский ботанический сад представляет для исследователей небывалый научный интерес. Мы хорошо знаем и высоко ценим вклад абхазских ботаников в изучение и сохранение растительного разнообразия Кавказа, в поддержание традиций формирования ботанических и дендрологических коллекций. Абхазские и русские ботаники всегда поддерживали дружеские связи, организовывали совместные ботанические экспедиции, обменивались растительным материалом и научными публикациями. Всегда были очень теплые отношения между нашими ботаническими садами, и коллеги всегда находили возможность сотрудничества. Я думаю, что это самое важное, особенно в той организации, в которой вы проводите конференцию, это как раз возможность найти дальнейшие точки соприкосновения и усилить наше взаимодействие по целом нерятном направлении. Ботанический сад – это сухумская жемчужина, привлекательно и интересна для ученых и туристов всего мира. Сухумский ботанический сад – один из самых ярких и запоминающихся достопримечательностей столицы Абхазии, в котором собран богатейший фонд растений и является самым любимым местом, посещаемым туристами. Богатой своей удивительной флорой Абхазии повезло и на ученых в области ботаники. Одним из ученых-энтузиастов – академики Айба и Колоковский. Они – профессионалы своего дела, с неболвалым рвением изучавших растительный мир. Международная конференция, посвященная юбилею Сухумского ботанического сада, продлится до 10 сентября. В его рамках будут организованы пленарные заседания. Официальная хроника. Президент Рауль Хаджиба поздравил временно исполняющего обязанности главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с Днем Республики. Взаимоотношения между нашими народами имеют давние исторические связи. В самый тяжелый момент братья из Карачаева Черкесии поддержали нас, встали рядом, защищая свободу Абхазии. Мы помним об этом и благодарны братскому народу Карачаева Черкесской Республики, говорится в частности в поздравлении президента. Рауль Хаджиба выразил уверенность, что взаимоотношения между Абхазией и КЧР будут лишь укрепляться и развиваться. Президент Рауль Хаджиба поздравил ректора Абхазского государственного университета, профессора, доктора физико-математических наук, академика Академии наук Абхазии и Адыгской международной академии наук Олегу Гварамия с Днем Рождения. Благодаря вашему личному вкладу, сегодня в Абхазском государственном университете образовательный процесс организован на высоком уровне, а тесные международные ученые связи, выработанные вами за долгие годы работы, позволяют применять международный опыт в нашей стране, отмечается в частности в поздравлении президента. С Днем Рождения Олегу Алексеевичу поздравил и премьер-министр Беслан Барцыц. Авторитетный руководитель, математик с мировым именем, фундаментальные труды которого получили широкую международную известность, вы гармонично сочетаете научную, педагогическую и общественную деятельность. Ваши многочисленные заслуги по праву отмечены высокими наградами нашего государства, а также международными премиями. Подчеркнув в своем поздравлении премьер-министр. Идет вторая неделя учебного года. Все ли школьники вовлечены в увлекательный учебный процесс? Как, к примеру, обстоят дела с обеспечением школ учебниками? Ситуация разбиралась Налаковы. Начало нового учебного года успешно положено. Родители, собрав своих детей к школе с чувством выполненного долга, выдохнули. Ну а сами школьники, в свою очередь, решительно настроены грызть гранит науки. Но как быть, когда на пути к знаниям встает такая проблема, как нехватка учебников? Немало хлопот она приносит не только детям и их родителям, но и учителям, которые вынуждены, как говорится, выкручиваться из сложившейся ситуации. И заниматься устранением проблемы путем склеивания страниц, уже практически непригодных к использованию книг. К примеру, учебники по абхазскому языку шестых, восьмых, одиннадцатых классов, изданные в далеком 2008 году, уже практически изжили себя, устарели. Видите, абхазский шестой класс, но последний раз 08 года, 08 года издания. Восьмой класс в таком состоянии, одиннадцатый класс тоже не хватает. Ну потому что они уже сколько лет, они же тонкие, обложки издания тонкие, они так долго не выдерживают. Им уже сколько лет, сами понимаете, там два года в руках ребенка, вот такой учебник он уже не годится. В некоторых классах учителя каким-то образом умудряются обучать несколько классов одним и тем же учебникам, как, например, книга по природоведению второго класса «Мир вокруг нас», которая в четвертой столичной школе буквально переходит из рук в руки. По ней вынуждены открывать для себя природные красоты мира ученики аж трех классов, вторых, третьих и четвертых. О страхе проблема нехватки учебников по абхазскому чтению для второго класса. Между тем, заявки со списками недостающих учебников школы отправили в Министерство образования республики заблаговременно. Почему же в стране, где имеется свой собственный дом печати и тысячи талантливых учеников, жаждущих знаний, все еще стоит вопрос нехватки учебников и на каком этапе находится решение этого животрепещущего вопроса? В Министерстве образования республики говорят, что занимаются этой проблемой. Готовые учебники к полиграфическому воспроизводству – это русская литература пятого класса, русская литература девятого класса, абхазская литература пятого класса, абхазское чтение второго класса, абхазский язык шестого класса для неабхазских школ, восьмого класса для неабхазских школ, абхазский язык одиннадцатого класса для неабхазских школ. Я думаю, что мы знаем проблемы, что на сегодня не хватает учебники абхазского чтения второго класса, но эта книга уже готова к производству. Мы первым таким делом будем выпускать этот учебник, и я думаю, что в течение двух месяцев этот учебник должен быть уже на столе у наших детей. Мир вокруг нас, учебник третьего и четвертого класса нет на сегодня у нас в начальной школе, это для абхазских школ, но там существуют свои определенные проблемы, с художниками связаны моменты такие, потому что учебник должен быть красочный, там в основном больше картин в этом учебнике, чем содержание этого текста. Но мы должны, я думаю, что мы решим тоже эти проблемы, и учебник, конечно, должен быть на столе ученика. Конечно, и у нас мы издаем учебники в России, мы в Краснодаре, вот у нас есть такая договоренность, и в Краснодаре издаются эти учебники. Но вот учебники, которые сегодня в этом году у нас выпущены, они изданы в Краснодаре. Наверное, было бы не совсем правильным винить в нехватке учебных пособий лишь государство. Образование нации – это общее дело, в которое каждый желающий и имеющий возможность может внести посильный вклад путем меценатства. Осознанно и очень бережно относиться к учебникам должны и сами ученики, дабы передавать их в надлежащем виде. Вопросы подготовки к 39-й встрече в рамках механизма по предотвращению реагированию на инциденты обсуждались на рабочей встрече исполняющего обязанности министра иностранных дел Вячеслава Черегба, сопредседателем женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН, Анти Торунуным и старшим политическим советником специального представителя ООН в женевских дискуссиях Хайлу Мамо. Встреча запланирована на 9 сентября в городе Гал. Берегоукрепительные работы в Очемчирском районе выполнены на 70-75%. К весенне-зимним паводкам здесь практически готовы. О том, какая работа проделана и какие объекты еще предстоит восстановить в Очемчирском районе, расскажет Рината Шакая. Во время недавнего стихийного бедствия в Очемчирском районе вышедшие из берегов реки не просто размыли дороги, но и снесли мосты, которые связывали села. Всего из-за наводнения были разрушены 22 объекта, в том числе 16 мостов. За 10 дней, прошедших после стихийного бедствия, восстановили 21 объект. Мосты, участки дорог, берегоукрепительные линии. В результате стихии полностью был разрушен стратегически важный мост между селами Атары и Эджгерда. В 10-дневный срок движение здесь также было восстановлено. Это очень значимый мост. По нему во время войны ездила техника, передвигались люди. И сейчас также передвигаются автомобили с одного села в другое. Люди там живут и на этом, и на том берегу. Сообщение есть больные люди, которые не могут ходить. Мы сделали все, чтобы облегчить им жизнь в самые кратчайшие сроки восстановить движение. В этом году при расчистке рек введена новая технология – тетроподы. Тетроподы – это железнобетонные изделия в виде фигурных блоков, предназначенные для берегозащитных и оградительных сооружений. Главной задачей тетропода является укрепление береговой дамбы, речных и морских прибрежных участков. Технологии раньше на реках Абхазии не применялись. Тетроподы – это четырехногие такие железнобетонные изделия. Они в основном применяются в море, но мы решили, посоветовавшись с российскими специалистами, решили применить их на устье трех рек, где пробивало постоянно балластные дамбы, и откуда вода попадала в село. Во время паводков всем известно, что затопило более 200 дворов. И именно с этого места мы решили сделать такую конструкцию и защитить ее. Надеемся, что это будет надолго. Мост, который соединяет два села Котулы-Тоумыш, почти уже восстановлен. Во время паводков была обрушена его западная часть, движение по нему было нарушено. Мы в первые дни после паводков движение восстановили, но сам мост в порядок не привели. Сейчас, когда во всем районе вроде бы движение восстановили по всем направлениям, приступили к капитальному ремонту этого данного моста. Сооружаем новые опоры, сваи забили, будем канал рыть по руслу реки, воду будем в канал опускать. Дальше на той стороне есть подпорную стенку возводим, там тоже на свайном основании. В основном, в большинстве мест, это где оголовка унесла вода, потому что очень высокий уровень был. Вот мы все делаем для того, чтобы люди могли пользоваться этими мостами не только на легковых, но и на грузовых автомобилях. Специалисты Абхат-берегозащиты приступили к расчистке русел и углублению рек. Устройство противопаводковых дам. Есть и такие мосты, которые в результате наводнения просели. Их основание размыло водой. Сегодня здесь идут работы по восстановлению этих мостов. В основном, работы выполнены на 70-75%. К паводкам мы готовы, можно так сказать, то, что угрожало людям, мы это все устранили. А теперь остались работы, которые просто доделать, чтобы объекты привести в надлежащий вид, чтобы все соответствовало стандартам. А людей мы уже защитили. Практически на всех объектах. Остался один мост, который нуждается в восстановлении. Сложность заключается в том, что он находится в труднодоступном для техники месте. Но, как заверил Константин Тарба, в течение ближайших 10 дней будет построен и этот мост. Ринат Ашака, Сейда Гухава, Абхазское телевидение. Российский режиссер абазинского происхождения Индар Джин Дубаев, находящийся в эти дни в Абхазии, сегодня на брифинге поделился своими впечатлениями о нашей стране. Рассказал о планах, в числе которых участие в развитии абхазской кинематографии. Я очень хочу, пока это, может быть, не такое прям обещание, но очень большое намерение, в следующий раз приехать и начать проводить здесь некие мастер-классы. Нам нужны события, причины для того, чтобы собираться к кинематографистам, чтобы они друг друга знали и понимали, что им необходимо выходить на внешний контур. На внешний контур взаимоотношения с кинематографистами другими. И мы обсуждали эти вопросы, вообще вопросы развития кинематографа в Абхазии по двум направлениям. Первое направление – это развитие кинематографа внутреннего, то есть чтобы сами кинематографисты здесь становились лучше, профессиональнее и так далее. И второй момент – это создание из Абхазии некой площадки, привлекательной для кинематографистов международного уровня. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19,21, днем плюс 30,32 градуса. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова